Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы брали участие в Резне, в Старой Везиме. Вот, мы встречались с Шаней, сделали выбор, что действительно может быть, попробовать создать семью, типа ХЗ. Мы должны атаковать баррикаду и удерживать её, пока не прибудет подкрепление. Если мы отступим, с Коэтаэли захватят почти всю Старую Везиму. Минутку, я должен поговорить с Райлой. Ты почти идеальный воин. Почти? Почти. Обычный воин тебя не победит, конечно. А вот, женщина-воин! Это ты о себе? Это я в целом. Ты не ударишь женщину, по крайней мере, без сомнений. Не думаю. Перестань притворяться. Мы оба знаем, что совесть может убить тебя. Одно сомнение, и тебя воткнут меч в живот, ещё до того, как ты это поймёшь. Ты ошибаешься. Я докажу, что ты никогда не ударишь женщину. Ты ненормальная. Ты ненормальная. Я сейчас до тебя доберусь. Что вообще? Эм, где она? Белая Райла. Окей, ладно. Подожди, Райла. Что? Что вообще? Я, похоже, провтыкал мой единственный шанс на то, чтобы её... Я сейчас до тебя доберусь. На то, чтобы её всё-таки натянуть, но да ладно. В принципе, я вернулся к Шанне, поэтому всё хорошо. За победу! Райла попала в окружение на баррикаде. Мы должны ей помочь. Да, без вопросов. Давай идём с фланга. Нападай! Ого! Нападай! Да ё-моё, ты подойдёшь уже, ударишь. Нет? Ого! Сука! Подожди. Двигаешься, как муха в варенье! Да? А ты чё, типа, быстрая? Нападай! Краснолюд-берсерк, зырьте. Мне нравится. Всё чисто. Мы должны прорваться через баррикаду. А потом что? Мы должны прорваться к другому флангу. Крайле! Через это, что ли? Да да не работает. Дальше не шаг, ясно? Нет. Может, как-то так? Да. Воу! ФПС, ты чё? Это же ведьмак! ФПС, ты чё, 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 ты чё чё, ты чё ну вроде победа в огне нельзя стоять проседает фпс сильно дьявольщина как хорошо что ты здесь суща от вокруг клянусь честью не гоже так говорить барышня заткнись рыцаришка отступать им больше некуда вперед только после вас сударыня нихуя шо за мародер там такой жесткий все погнали дальше ура баррикада наша победа райла стой что лучник не просто лучник а егивин сердце они нормально чё 2 а 2 таки в сердце ну да хороший воин пусть вечный огонь светит над ее душой аминь большая потеря для ордена мне надо рассказать об этом великому магистру последний раз его видели около кладбища на болоте я туда иду надо немедленно отправляться в путь да пошли херова это все закончилось и богу херова кладбище на болотах по моему последняя локация этой игры такая серьезная весомая немаленькая и на ней мы именно и будем заканчивать все наши дела а что теперь я позабочусь о стройке где-то тут у нее логово не знаю смогу ли я тебе помочь в этом районе идут ожесточенные бои великий магистр будет лично командовать атакой меня в любой момент могут вызвать я справлюсь я провожу тебя по крайней мере через болото окей чиппой тут эти пофигеешь теперь Пьяфки, блин. Великий магистр. Великий магистр. Великий магистр ордена Пылающей Розы. Геральт из Ривии, как ты заметил. Ведьмак. Я знаю, кто ты. И я знаю о твоих делах из очень достоверного источника. Будь добр, объяснить. Геральт из Ривии просит у меня объяснений. Тот самый Геральт, который всегда так щедро осыпает других своей мудростью. В чем ты? Ничего я не собираюсь тебе объяснять. В отличие от тебя, я человек дела, а не слов. Меня так разбирает смех, когда я вспоминаю твои псевдофилософские экзерсисы. Ведьмак. Нас рассудит только время. Только оно покажет, кто человек, а кто чудовище. Что такое зло и как с ним справиться. У меня нет настроения разгадывать загадки. Или ты скажешь мне, из-за чего ты так озлобился. Или мы простимся, причем довольно холодно. Извини меня. Старые люди бывают раздражительными. Иногда мне говорят о твоих делах. И хотя я не всегда признаю твою правоту, но всегда слушаю эти рассказы с искренним интересом. И чем же я заслужил такой интерес со стороны Великого Магистра Ордена Пылающей Розы? Мне нравится знать все, что происходит в Тимерии. Только так я могу появляться в нужное время. В нужном месте. Да, кстати. Спасибо за помощь. Ты не человек. Но долг каждого рыцаря помогать всякому нуждающемуся. Это часть нашего кодекса. Прекрасно звучит. Ты что-нибудь знаешь об Ордене? Орден — это идея. От основания до завершения наша миссия. Наше видение. Наша цель — новый мир. Новый порядок, который придет после Белого Хлада. Мир, в котором каждому будет воздаваться по заслугам, а не по праву рождения или связей. Мир, в котором сильный помогает слабому, а преступность наказывается по справедливости. Мир честных принципов и идеалов. Именно это представляет Орден. Ты знаешь, что любой может вступить в него. Крестьянин, купец, даже ведьмак. Рыцари не взывают плату за свою помощь. За благородные деяния они получают повышение. Понятно. Это идеал, за который стоит сражаться. Действительно стоит. Но он идеалист. Зигфрид, вперед с отрядом. Нам нужна сила твоих рук и твои тактические навыки. Слушаюсь, господин. Не смею задерживать. Однако не люблю быть обязанным людям. Ты оплатил свой долг. Не совсем понял. У нас нет времени. Ты мне ничего не должен. Конец отдыха! Стройся! Прощай. Да. Странный во всех смыслах этого чертового слова. Давайте, ребята, чё? Двухстрел, плавуны. Пещера. Пещера Труидов. Пещера Бяженцев. Давайте в пещеру Труидов. Вообще. Где это? Мать его, ёб. Карта просто замечательно отображает всё. Ни хера по-людски не миф вообще. Ещё эти камыши... ...долбаные. Господи. Блять, Иисусе. Ну куда я зашёл? Там костёр. Тут пишет, что пещера. А если я пойду так, я её не найду. Иначе мне надо идти как-то... ...как-то в обход. Нет. Кудой? Сюда, что ли? Получается, что да. О! Наконец, нашёл. Таки нашёл. Чё есть? Главный королевский ловчий. Приветствую вас, госп... Зачем ты здесь? Вы зиме бунт. Люди убивают друг дружку. Мне это неинтересно. Сюда убегают невесты. Они невинные. Друиды принимают их. А я помогаю им. И при случае защищаю. Помочь? Я могу чем-то помочь. Говорят, опасные чудища. Завелись около склепа на болоте. Ещё что-то знаешь? Поговаривают про огромную летучую мыши. Про женщину-вампира. Можешь этим... Что ещё? Спрашивай. Изгнанников защищаешь. Ты защищаешь изгнанников? Да. Возлюби ближнего своего. Ты поклоняешься вечному огню? Честно говоря, нет. Но я предусмотрительный. Несколько добрых дел мне не повредят. Ясно. Давайте поболтаем с друидами. Что вы тут делаете? Мы протестуем против вырубки лет. Сейчас мы... Я бы... Greenpeace. Прощай. Чего? Продаешь? Да не то, чтобы прям что-то нужное. Ну, в принципе, ничего такого, да? Кузнец? Ты кузнец? Да, блядь, уляшься ты уже, ну... Затрах. Пожалуйста, передай моей кузине, что мне нужны деньги. Не знаю, о чём ты говоришь. Ты найдёшь Антуанетту при дворе короля. Умоляю тебя. От этого она милю разит политическими интригами. А я не вмешиваюсь в политику. О, никогда уж не увижу я моего прекрасного Тусента. Это чё, всё, что ли, что ты мне хотел сказать? Да. А, ты кузен. Господи, Сусе, я прочитал, что ты кузнец. Окей, забудем об этом. Коридор завален. Там чё-то есть? Нет. Не похоже. Ну да, похоже, пещера без какого-либо развития. Ладно, пойдём дальше. Хочу облазить это место, потому что... Тут мне нужно найти хотя бы ещё один кусочек доспехов. Но есть я, конечно, не проебал этот замечательный момент. Да, ё-моё. Всё равно забрызгала. Вот, блин. Так, вот там ещё пещера какая-то. Угу. 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 Давайте. Все сюда. Вся экспо. Лечи ко мне! Блять, а ты откуда взялся? Так, пещера беженцев. Другой кузен? Опять ты? Гонец-то. И скорее всего не появится, если ты будешь тут торчать. Уходи! Угу. Ой, а у этой шахты есть продолжение? Угу. Блять, есть продолжение, конечно. Два. Ах, черт. Судя по всему, не заиметь мне доспехов. Печально это все. Че я там уровень не поднял? Вроде нет. Блин, если я пойду разбираться со стригой, то на этом закончится все. Ну, насколько я помню. Ладно, давайте еще пошатаемся здесь. Ооо, тут опции. Что это за место вообще? Кукрома. Костры, склеп-стрыги, пещера. Еще одна пещера беженцев. Ага. Но мне сюда так просто не пройти. Давай в обход. Блин, сейчас придется заняться стригой. Стригай. Господин, вы не видели моего сына? Волосы светлые, на носу веснушки. Совсем ребенок, еще и 12 зим нет. Нет. У меня тут костры разведены, чтобы он в тумане дорогу нашел. Сыночек мой, сыночек любимый. Надеюсь, вы его найдете. Я ищу стрыгу, у которой тут логово. Да, господин, видите вон тот старый храм на холме? Там она и живет в склепе, стрыга-то. А по ночам вылезает, крови ищет. А тебя что, не трогает? Но один раз она близехонько ко мне подошла. А я уйти-то не могу. Мне костер надо жечь, чтобы сын не заблудился. Тварь эта постояла-постояла, да и убежала. И с того раза больше не приходила. Любопытно. Один раз она при мне мужчину сцапала. Ужасно. Расскажи мне. Это волк какой-то. Зачем он рассказывает, как это вышло? Вот вы типа сидели, сидели. Соседа. Я именно тогда решил бежать из города. Меня хотели призвать в армию. К счастью, вернулся король Фольтест. Он быстро приструнит нелюдей. Именно. Я вот что скажу. Собака. Я не помню его. Я не помню его. Я не помню его. Я не помню его. А, стрига. Да, это забавно. ёпс а тут только посмотрел и чё понятно не пошло дело ладно ну чё сильная дрянь разберёмся я рад приветствую я я думал да но конкретно я рад что фольтес не дурак и знает что кто-то намеренно вызвал это проклятие он не верит что ада превратилась в чудовище сама по себе она не сама по себе лепи могут быть кому доказать и должны я вы следует понял сейчас так подожди а подготовиться там я не знаю чайка рефорд белый турга эликсир лекс это такое что это гром повышает наносимое повреждение она лишает возможности отразить или окна уклониться кошка так ставим кошку на быстрый слот ну чё заходи склеп стрыги оператор ворота заперты для начала разрешить проблему с этой тварью ты понимаешь вопрос безопасности ах ты ссаный ублюдок ладно я кошку пьем ласточку ах ты ссаный ублюдок рэдди вот блять я большие проблемы меня закрыли со стригой мне очень приятно какой-то дневник последнее желание смазка алмазную пыль я пожалуй возьму пурга рефлексы давайте пургу возьмем пускай будет просто будет я ее не собираюсь жрать пускай будет что ты делаешь господи иисусе прекрати немедленно я щас выкину тут кинжал блядский так самое время я думаю наносить вот эти вот то что я копил потому что ну надо надо 40 40 это вообще-то только 10 дает хорошо хорошо забафал да это будет непросто почему-то мне так кажется ну ладно давайте пробовать чем альфийский министрель это же прям то что мне нужно для брони но меня нету там второго осколка брони а это мне придется до ночи ждать блять зря я выпил кошку тогда надо еще одну кошку готовить белая чайка росомаха чё дает росомаха увеличить эффективность атаки да давайте росомаха ждем ночи полуночи и пьем элики пьем росомаху пьем ласточку и пьем кошку ну вроде все и где же наша стрыга а вот и она судя по всему кухню чё ты достал такое ну прекрати немедленно так а ну отвали отвали я сказал а нахер мне показывает этот что мне с ним сделать вы чё мне предлагаете не драться с ней а Продолжение следует... Ага, то есть мне просто держаться предлагают, да? Ой, слышь, иди ты нахуй. Сказано тебе отвалить, отвалить. Сейчас огнем ударю, не подходи ко мне. Сказано тебе не подходи. Господи, какая она дикая. Уже скоро рассвет. Если я собираюсь убить ее, у меня времени все меньше. А я не собираюсь ее убивать. С ней же просто надо провести ночь. Я хочу ее расколдовать. Не тот мяч. Еще две, еще три свечи осталось, уже две потухло. Ну и че? Ты давай там, не грусти. Угу, две осталось. Хотя, может, убить ее все-таки. Она ведь предала своего отца, предала королевство, пыталась убить меня. Она плохая девочка. Нет. Не спи. Блин, еще две свечи. Я вот сомневаюсь, убивать ли ее. Да не, наверное. Все-таки я и так уже долго продержался. Вот. Одна свеча сейчас останется. Сейчас она, наверное, вообще какая-то дикая станет. Ой, у нее полная жизнь, ебать. Сбилось с ног. Вставай, Геральт. Вставай. Сана до печени. Я имел в виду, что Геральт, сукин сын, а не она. Что это? Вообще, подыши воздухом, ебать. Все, победа. Ага, то есть так это работает, да? Я... Где я? Ада. С тобой все в порядке. Что произошло? Все кончено, теперь все в порядке. Геральт. Все в порядке? Да, лучше. Я должен спросить тебя о Саламандрах. О, Геральт. Этот ужасный профессор. Это его вина. Он меня обманул. Обещал власть и славу. Я не видела Саламандр с тех пор, как его убили. Профессор не мог создать всех этих мутантов. Он никогда не говорил о маге. Однажды он пришел с этим отвратительным человеком, как его, Абдул, что ли. Профессор сказал, что он могучий чародин. Азар. Это все, что я знаю. Знаешь, где его можно найти? Увы, нет. Не волнуйся, ты в безопасности. Я отведу тебя домой. Мои руки покрыты кровью. Я убила столько людей. Это была не твоя вина. Не думай об этом. Все позади. Я помню все, как в тумане. Это было важно. Я спрятала что-то в саркофаге. Ты должен это увидеть. Хорошо. Я посмотрю. Обними меня, Геральт. Мне так холодно. Лучше бы нам оставить эту холодную гробницу. Наверху тебе станет лучше. Мне холодно. А что в саркофаге-то? Я же забрал это или нет? Это запись эльфийского министроля, дневник. Человек, которого... Из-за которого ада стала стрыгой. Да? Хорошо. Мне холодно. Ну, детка, я б тебя согрел, но тут реально все настолько паршиво. Такс. Тут я вроде все облазил, поэтому можно выходить из этого, без сомнения, замечательного места. Продолжение следует... Ада, Велерат проводит тебя домой. Ведьмак, я уже во второй раз недооценил тебя. Как говорят, Бог любит Троицу. Что за мяч? Боль ты сдал мне кое-что для тебя на тот случай, если у тебя все получится. Вот дьявол. Зариканский Симитар. Легенда гласит, что он закален в крови дракона. И он магический. Я знаю, что ты любишь простые лезвия, но он особенный. Тебе понравится. У меня есть доказательства, что кто-то намеренно превратил принцессу в стрыгу. Что за доказательства? Король пожелал узнать об этом первым. Хорошо. На этом все? Да. Но нет, чуть не забыл. Король сказал, если ты захочешь искоренить болезнь, ты должен отправиться в старую усадьбу. Он сказал, ты поймешь, о чем речь. Ну да. Я понял. Бывай. Прощай. Зариканский какой-то там, какой-то там меч, короче. Да. Что это? 30, 50. Вероятность обезоружить противника 25. Черня. Причем полная. Этот лучше. Блядь. Этот нож, блядь, как он меня бесит вообще. Это пипец. Клянусь честью. Ладно. А, да. Геральт. Все в порядке? Да, лучше. Я должен спросить тебя. О, Геральт. Профессор не мог. Однажды знаешь, где его муку? Увы, нет. Ясно. Все в порядке? О, а, увы. Понятно, понятно. Новых диалогов не будет. Так. Склеп Стрыги. Пещера. Дорога к старой усадьбе. Вот последняя пещера. Беженцев. И че? Хотя, давайте, дорогие друзья, пожалуй, на этом закончим. В этой серии мы справились со Стрыгой. Это... Это довольно-таки неплохо. То есть, я в первый раз вообще за все свое... прохождение. Я все-таки победил Стрыгу. И именно я расколдовал Адду без балды. Поэтому, такие дела. И получил этот замечательный меч. Правда, он нахуй мне не нужен. Но, тем не менее. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Увидимся в следующих роликах. Я думаю, Ведьмак уже скоро, очень скоро даже закончится. И кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых видео. И всем пока.